Одно из первых произведений, за которые я взялся в школьные годы, это была «Элегия» Рахманинова. Он, конечно, не является композитором для детей, но с детских пор я слышал его музыку и был влюблен не просто в его музыку, но и в образ этого композитора, человека, музыканта и потрясающего пианиста. Я вам сейчас сыграю «Элегию» Рахманинова. Рахманинов для всех является чем-то особенным, для каждого. Вот есть произведения, с которыми ты встречаешься в детстве, и они остаются у тебя на всю жизнь. Вот я сейчас, кстати говоря, эту «Элегию» я с тех пор никогда не играл, она все-таки не в пальцах, она в душе. Это проект «Мой Рахманинов» и у нас в гостях Владимир Овчинников, педагог, профессор Московской консерватории. Здравствуйте, Владимир Павлович. Добрый день. Ну вот вы, как и профессор, и сами исполнитель, и также член жюри многих международных конкурсов, хочется задать вопрос, насколько знают Рахманинова молодые артисты, абитуриенты, студенты Московской консерватории, или не московской, а других музыкальных вузов? Рахманинов известен всему миру, мало того, он безумно популярен по многим ипостатен. Конечно, прежде всего, как композитор, хотя мы его не изучали с детских лет, как, допустим, Чайковского, который написал специальные детские пьесы, которые играются с раннего возраста. Но Рахманинов, учась еще в стенах нашей знаменитой Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, он уже здесь сочинял и очень активно сочинял. И в этой связи он развивался как бы в двух ракурсах, как композитор и как пианист. И вот как пианист он стал всемирно известен, когда эмигрировал после Октябрьской революции. С 1918 года он очень много играл концертов и стал первым пианистом в мире. Конечно, он играл и свои произведения тоже, но вот что интересно, удивительный факт, когда он приехал в Америку, его прежде всего знали как композитора по одной всего лишь прелюдии до диас-минорной, которая была написана еще как бы вот в годы сразу после консерватории. И вот этот опус 3, она входит в пьесы фантазии, и многие играют и в том числе и эту прелюдию. Вот она была невероятно популярна в Америке, в Соединенных Штатах. И композитор сам удивлялся, почему он говорил, что у него есть много других замечательных произведений и так далее. Но вот эта пьеса, она стала очень популярной. И, конечно, ее, и так же, как и Полишине, и мелодию, и легию, и их играют еще в музыкальной школе. Ну, правда, ближе к старшим классам, конечно, потому что дело в том, что Рахманинов имел потрясающе длинные, большие руки. И в этой связи все, что он не сочинял, он сочинял, конечно, под себя, под свои потрясающие вот пальцы. И их какое-то время, когда он уже стал очень известным композитором, называли «стальные пальцы» и «горячее сердце». Вот это его такая визитная карточка. Поэтому, конечно, Рахманинова знают практически все. Он не менее популярен, чем Чайковский, если не более. Еще и потому, что он был великим пианистом. И произведения, которые он писал для рояля, они все являются шедеврами. Они все являются очень трудными, очень выразительными, очень душевными. И играть их и трудно, и доставляет огромное удовольствие. Должен заметить, что, в отличие от Чайковского, он написал две тетрадки этюдов, которые являются одними из обязательных на разных международных конкурсах. То есть можно сказать, что пьеса Рахманинова – это тренажер мастерства для артиста будущего? Иногда, к сожалению, потому что иногда мне приносят сразу третий концерт Рахманинова, который является вообще вершиной фортепианного исполнительского искусства. А его приносят, разбирают, стараются выучить, только для того, чтобы понять, насколько я продвинутый пианист. Понимаете? Совершенно не задумываясь о том, сколько страстей и красоты вложено в это произведение. Но вот о чем мы хотели как раз поговорить – о том, что его концерты для фортепиано с оркестром являются наиболее, мне кажется, популярными, чем любое другое произведение для фортепиано с оркестром. У него их четыре, у него еще есть рапсодия на тему Паганини. В советское время это было связано, конечно, с игрой, с исполнением Рихтера второго концерта и с исполнением Клиберна и второго, и третьего концерта. А Клиберн был у нас первым лауреатом конкурса Чайковского в 1958 году и стал безумно популярным исполнителем, и он играл как раз Рахманинова. Он чувствовал его невероятно и сделал имя Рахманинова и в Америке, и у нас в стране каким-то новым, каким-то удивительно свежим, что ли, и так далее. Поэтому Рахманинов, он популярен. И то количество концертов, которые он играл за границей, конечно, зашкаливало, и из-за этого, к сожалению, он написал очень мало музыки в свой зарубежный период. И он говорил о том, что, к сожалению, оторвавшись от родины, от родных истоков, он должен был погрузиться в тишину, в молчание и в какой-то внутренний мрак, просто только потому, что был оторван от России. Хотя жил в хороших очень условиях, работал очень много, и самое главное, мы не должны забывать о его человеческом облике, потому что с детства меня лично привлекал именно этот образ, не только потому, что он для меня всегда считался гениальным и композитором, и пианистом, хотя он был еще и дирижером, он еще был гениальным человеком. Вот Рахманов для меня был всегда эталоном человеческой какой-то непогрешимости, скажем так, на которого надо равняться, стремиться к этому и так далее. Вы не представляете, скольким людям за границей он помогал после эмиграции, после революции. Я не был, к сожалению, у него в доме в Сенаре в Швейцарии, но люди, которые там были, рассказывали, что там стоит шкаф полный писем благодарности от людей, которым он помогал. Он помогал, кстати, и в России тоже своим оставшимся знакомым, друзьям, просто каким-то организациям творческим и так далее. А уже когда началась война, всем известный факт, что он прислал деньги на строительство, на создание танка даже, понимаете? То есть, несмотря на то, что он очень как-то тяжело переживал то, что происходило в России, вот, и, конечно, были моменты, когда, например, во Франции во время концерта он потребовал выпроводить, так сказать, советского посла из зала, вот. То есть отношения были, конечно, накаленные, напряженные. А как он стал таким хрестоматийным композитором? Вот как произошел этот переход от опального композитора, которого даже не исполняют в Московской консерватории, до композитора, которого обязательно проходят все студенты фразопианного отделения? Вы знаете, ну, во-первых, даже тот факт, что он стал опальным, абсолютно незаслуженно, понимаете, придавало огромный интерес, конечно, к этой персоне. Когда я закончил консерваторию и играл на конкурсе в Лидсе в Англии, я попал в менеджерскую такую компанию, которая называлась Ипс энд Тилет. И вдруг я выяснил, что это именно менеджерская компания, она работала с Рахманиновым. И у них была сделана из программок и афишек такая книжечка, вот, где были расписаны его программы и так далее. И я очень жалею, она разорилась, и я очень жалею, что я ее не украл в свое время. И, конечно, пиетет перед Рахманиновым до сих пор остается за границей, но тот факт, что он там очень много действительно играл и популяризировал классическую музыку, к нему был очень серьезный и большой интерес не только со стороны музыкантов, но и со стороны прессы и так далее. И в этой связи, конечно, я не могу сказать, что у нас совсем не играли, его запрещали, но все-таки, слава богу, что здесь были люди умные, творческие, которые все-таки его поигрывали, скажем так. А потом, уже после войны, после его смерти, уже столько было, так сказать, и нападок и на Прокофьева, и на Шостаковича, и на других композиторов и так далее, то Рахманинов, по сравнению с ними, уже оказался совсем не такой модернист. И его тут же стали, так сказать, играть, исполнять. И уж когда, конечно, был организован конкурс Чайковского и уже играли многие его произведения, то это уже стало как бы частью обязательной программы. Владимир Павлович, вот наш проект называется «Мой Рахманинов». Вы когда слышите эту фразу, что вы себе представляете? Ваш Рахманинов, это какой? «Мой Рахманинов», вы знаете, это прежде всего его концерты, которые я все сыграл в свое время с великими музыкантами, в том числе и с Евгением Федоровичем Светлановым, с Владимиром Ивановичем Федосеевым, с другими великими русскими дирижерами и музыкантами. Рахманинов для всех является чем-то особенным, для каждого. Вот есть произведения, с которыми ты встречаешься в детстве, и они остаются у тебя на всю жизнь. Вот первое впечатление, как первая любовь, она остается навсегда. И вот я сейчас уже через 50 с лишним лет попытался вспомнить эту элегию, она все-таки не в пальцах, она в душе. Это часть русской культуры, понимаете? Как Шаляпин, так же Рахманинов, как Чайковский, как Чехов. А мы счастливые люди, что мы родились именно здесь и связаны какими-то невероятными узами, невероятными, так сказать, связями вот с этой культурой, с культурой Сергея Васильевича Рахманинова. Он нас всех объединяет вот какой-то невероятной, чистой, искренней любовью именно к нему. Во всех ипостасиях, понимаете? Что бы он ни делал, он это делал невероятно серьезно и с невероятными результатами какими-то потрясающими. И пианист, и как композитор, и как просто вот человек, понимаете, который вот в трудные минуты... Мне, конечно, хотелось бы, вы знаете, есть у Познера на телевидении всегда последний вопрос, вот если бы вы встретились с Богом, что бы вы его спросили? Вот я бы хотел встретиться с Рахманиновым и поговорить просто с ним, просто увидеть его в... Можно себе представить из его интервью, из его писем этот образ, но даже просто посмотреть на него живого, это было бы, конечно, невероятное счастье. А если говорить о слушателях, о неподготовленных слушателях, которые далеки от академической музыки? Вот с каких произведений Рахманинова, как вы считаете, стоит починать знакомство с его творчеством? Вы знаете, я бы начал, наверное, все-таки с вокальной музыки, потому что даже когда я раньше выступал на многих таких вот, как сейчас принято говорить, площадках, хотя для меня это немножко так, знаете, слово коробит, это все-таки сцена, это все-таки какое-то, знаете, как алтарь, на который ты выходишь и сжигаешь себя, хоть чуть-чуть обязательно. Вот, но когда ты что-то говоришь, буквально два слова перед произведением, это сразу располагает публику к тебе и слушают они с гораздо большим вниманием и интересом. Вот слово в музыке, это, конечно, романсы, это песни. Вот с этого, мне кажется, надо начинать, с романсов Рахманинова. Есть, конечно, шлягеры вот типа прелюдии Рахманинова, которую, ну, все знают, даже если не знают, они ее наверняка когда-то слышали. Наверняка, это просто вот витает в воздухе. Он практически, как мне кажется, не использовал народные мелодии. Очень редко что-то использовал. Но строй его музыки настолько русский, что, ну, никто не может сказать, что эта музыка, вот как у Стравинского, например, вне национальная. Вот, она именно русская. Откуда-то вот из истоков, с детства, из этих колоколов, которые он слышал в своей «Онеге», это, кстати, еще в детстве, он взял что-то основное, от чего можно сказать, да, это русская музыка, это Рахманинов, понимаете? Поэтому здесь нет никаких сомнений, что это часть нашей, не просто культуры, а нашей души. Вот романс «Сирень», мой один из самых любимых романцев. И главные слова, «По утру на заре, по расистой траве я пойду свежим утром дышать или гулять, даже не помню, и в душистую тень, где теснится сирень, я пойду свое счастье искать». Знаете, вот там, когда пять лепесточков или шесть, их надо сорвать, съесть, загадать желание, конечно. В его могиле в Америке тоже цветет сирень, как нам рассказывали. Конечно. Нашел его могилу только по сирене. Такое громадное кладбище, и вот где-то на холме увидел сирень и подумал, да, это должно быть там. Владимир Федосеев нам рассказал то же самое. Только так. Очень скромный крест и так далее. Но самое главное слова. «В жизни счастье одно не найти суждено». Это трагические слова. И то счастье в сирене цветет. Представляете? Вот эта сирень для меня осталась на всю жизнь не только как образ, как музыка, но и даже как запах. Это одно из самых моих любимых соцветий, скажем так. Спасибо вам большое за интервью. Если вас не затруднит сыграть что-нибудь из Рахманинова для нас... Вот именно эту сирень я сейчас вам и сыграю. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok